А теперь давайте в рамках следующей под темы и рассмотрим надежду Израиля, многочисленные и разнообразные ожидания. Изучая упование Израиля, связанное с пророческим обетованием, а именно то, какие надежды были у пророков в свете неверности Божьего народа, как Израиля, так и Иуды, становится очевидным его упование на новый исход. Новый исход. В этом смысле особое значение приобретает книга пророка Исаии, главы с 40 по 55. Исаии 40, 55. Предшествующий исход ассоциировался с избавлением от египетского ига и обретением земли обетованной. Новый, дарованный Богом исход, принесет с собой освобождение из вавилонского плена и возвращение в землю обетованную. Давайте откроем один из текстов. Исаии 51, стихи с 9 по 11. Невероятно интересный фрагмент. Исаии 51, 9-11. «Восстань, восстань, облекись крепостью мышцы Господня. Восстань, как в дни древние, в роды давние. Не ты ли, сразила Раава, поразила крокодила? Не ты ли, иссушила море, воды великой бездны, превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные, и возвратятся, избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и радость вечна над головой их. Они найдут радость и веселье, печаль и вздохи, удаляться». Если возвратиться к Исаии 30, стих 17, точнее, 7, то это одно из наиболее ранних упоминаний о Египте. Так вот, что здесь говорится, Исаии 37. «Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна. Потому я сказал им, сила их сидеть спокойно». Совершенно очевидно, что пророк говорит о Египте. Говорит о, если так можно выразиться, повторном исходе. Однако не из Египта в прямом смысле, а скорее, как следует из контекста, из Вавилона. Контекстуально, повествование относится ко времени вавилонского пленения. Бог дарует Своему народу избавление и утешение. Будет новый исход. Обратите внимание на то, что пророк использует образный язык древнего Ближнего Востока. Рааф — огромный дракон. Это метафора олицетворения неудобства, причиняемого на этот раз не египтянами, а вавилонянами. Это пример того, что Гельмут Тилике довольно точно определил, как использование библейскими писателями языка мифов древнего Ближнего Востока не для мифологических повествований как таковых, а для описания с помощью мифологических образов змея, дракона, реальных исторических событий, исторических фактов. Вот таким возвышенным языком. Сразила Раава, поразила крокодила и так далее. Это все равно, что я сказал бы вам. После каникул необходимо сдать обзор книги, что, кстати говоря, так и есть. И скажу вам так, если вы этого не сделаете, над вами нависнет дамоклов меч. Те, кто знаком с мифами и легендами Древней Греции, знают, например, о Тантале, который стоял в аду по горло в воде, и о дамокле, над головой которого на конском волосе висел меч без ножен. Таким образом, выражение дамоклов меч обозначает нависшую угрозу. Над вами висит дамоклов меч. Я, конечно, очень надеюсь на то, что, вернувшись домой, вы не станете утверждать, что Грэм Хоул на самом деле верит в древнегреческие мифы, так как грозил нам ничем иным, как дамокловым мечом. Понятно, что для меня это метафора, фразеологизм, то же самое справедливый в отношении 51 главы Исаии. Однако здесь можно говорить не только о надежде на исход, но речь также идет и о некоем таинственном слуге, рабе, который упоминается в тексте из Исаии главах 40 по 55. Кстати, выделяет четыре так называемых «песни слуги Господня» «Песни слуги Господня». Порой непросто понять, кто подразумевается под этим слугой или рабом. Пророк ли это? То есть человек. Или же раб Господень — это остаток, верный остаток Божьего народа? или это кто-то иной? Так в одних песнях слуга Господень принимает черты пророка, в других он принимает черты царя. В наиболее популярной из этих песен, Исаии 52, 13 по Исаии 53, 12, 52, 13, 53, 12, пред нами предстает страждущий раб Господень. Ему предстоит прославиться, но прежде пострадать. Причем пострадать не за свои грехи, а за грехи народа. Возьмем, к примеру, отрывок с 10 стиха и далее до конца 53 главы. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был. Тогда как он понес на себе грех многих из-за преступников сделался ходатаем. Бог восстановит, возвеличит того, кто понес на себе грех многих. Итак, перед нами фигура некоего раба. Новый исход книги Исаии, таинственная фигура раба тоже у Исаии. А теперь обратимся к Эзекиилю и увидим там надежду на нового Давида. Из-за Кииля 34. Из-за Кииля 34. Напомню, что это не исчерпывающий анализ темы надежды Израиля, но надеюсь, что достаточный. Из-за Кииля порицает негодных пастырей Божьего народа. Вспомним, что в культуре Древнего Ближнего Востока слово «пастырь» часто являлось метафорой и обозначало правителя. Царя. «Господь – пастырь мой». Псалом 22. Божьему народу нужен благочестивый царь, противовес царям нечестивым, тем пастырям Божьего народа, которые оказались несостоятельными. По сути, Богу пришлось избавлять свой народ от его же пастырей. Эзекииля 34.1-19 говорит об этом вполне недвусмысленно. «Для этих целей Бог избрал Давида». Давайте рассмотрим стихи с 20 по 24. «Посему так говорит им Господь Бог, вот я сам буду следить между овцой тучной и овцой тощью. Так как вы толкаете боком и плечом, а рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вы толкаете их вон». Так поступали пастыри. «То я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаем и рассужу между овцой и овцой. И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду им Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это. Раб мой Давид будет у них пастырем». Разумеется, речь идет не буквально о Давиде, псалмопевце, ибо Давид правил народом веками раньше. Однако вспомните 2 Царств 7. Бог обещал продолжение рода Давидова, царского рода. Очевидно, здесь имеется в виду другой Давид, ключевая фигура в реализации Божьих намерений и замысла в отношении Его народа. Большое дело начинается с малого пожертвования, и пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Итак, Новый Исход, некий Раб и Новый Давид. В пророках пред нами предстает еще одна таинственная фигура, Сын Человеческий. Даниила, глава 7. Даниила, глава 7. Даниилу было видение, в котором, среди прочего, явилось следующее. Прочтем стихи 13 и 14. «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий. Дошел Он до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, Владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». О том, кто это был, ведутся оживленные споры. Ангел ли? Человек ли? Бог? Так кто же такой Сын Человеческий? Собирательный образ верного остатка Божьего народа или же конкретный человек. Чарльз Скоби говорит об этом так. Повторю, Чарльз Скоби. Сын Человеческий в книге Даниила 7 — это собирательный образ, олицетворяющий верный остаток Божьего народа. Именно Ей даны царство и власть, что перекликается с книгой Бытие 1, 28 и Псалмом 8. Помните, эти тексты мы уже рассматривали. Они говорят о том, что Бог наделил человека правом владычествовать над творением. Такая прерогатива дана Сыну Человеческому. Как инструменту исполнения Божьего плана творения. Вот что по этому поводу говорит Билл Дамбрелл. Сын Человеческий — это прославленное, преображенное человечество, которое в последнее время будет исполнять поручения, некогда данные Адаму, а потом Израилю. Сын Человеческий — это верный остаток Израиля. Однако, друзья, в заключении рассмотрения Ветхого Завета никакого синтеза подобных идей мы не увидим. Мы видим Давида, фигуру некоего раба, сына Человеческого, какие-то новые выражения и термины, новый храм, новый завет и так далее. Все их мы еще не изучили, тем не менее, никакого сведения этого в единое целое мы не наблюдаем. Есть многочисленные ожидания, но не целостная картина. Любопытно, что и разнообразие, и ожидания сохраняются и в межзаветный период, период Второго Храма. Это называется иудаизмом Второго Храма. Так, некоторые из свитков Мертвого моря свидетельствуют о том, что народ ожидал прихода трех разных фигур, которые исполнят Божью волю. Во-первых, посланного Богом священника, во-вторых, политической фигуры, мессии, Божьего помазанника, а также, судя по тем же свиткам Мертвого моря, некоего великого пророка, эсхатологического пророка, пророка последнего времени. Таким образом, согласно этим документам, объектом ожидания была не одна фигура, а несколько. Далее, если взглянуть на другой документ, относящийся к этому же межзаветному периоду, но на этот раз примерно к 40-му году до н.э., а именно Псалмы Соломона, то в главах 17 и 18 четко звучит мысль о том, что Бог пошлет царя из рода Давидова, на чем изиждилась надежда на нового Давида. При этом правление его будет противоположным римскому правлению. Избавление от римлян. К чему бы мы ни обратились, к свиткам Мертвого моря, Псалмам Соломона или каким-то иным источникам еврейской литературы межзаветного периода, никакой целостной картины мы опять-таки не наблюдаем. Что вырисовывается, так это разнообразные ожидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok